Вы слушаете Народное Славянское Радио И последнее, о чем мы говорили совсем недавно, это как раз роль народовластия в развитии державы Мы постарались отметить разные грани этого явления Но сейчас мы хотели бы познакомить вас и объяснить, почему именно таким образом Как ни крути, современный мир отличается тем, что он организовал целую кучу разного рода правового пространства Всех этих законов, конституций и так далее Просто один пример С одной основания Соединенных Штатов Америки издано, написано 64 миллиона законов Попробуйте в них всех сориентироваться и так далее И есть очень много ходатайов, которые действительно стараются контролировать Не нарушаем ли мы законы Я вот допустим, когда работал в угольной промышленности, в шахте Есть там такая книжка большая, правила безопасности в угольных исландцевых шахтах Она так и называлась Так вот там каждый пункт, он написан после какой-то трагедии После какой-то катастрофы, после какой-то смерти конкретного человека Ну и вроде бы роль закона в том, чтобы, так сказать, наши все социальные отношения Как-то наладить таким образом, чтобы они, ну, вроде не мешали нам жить Но, как вы понимаете, очень многие законы сегодня Пишутся таким образом, чтобы усложнить наши отношения И с государством, и друг с другом Ну и под эту, так сказать, мутную воду Заложить какие-то тех самых интересов Паразитов, которые очень сильно стараются влиять на нашу жизнь Но, как мы уже отмечали в последних наших передачах У них ничего не получается И все это тупиковый путь развития Но, когда мы просто говорим о народовластии Как историческое наше явление Как о том, что это справедливо Как о возможностях Ну и так далее Это одна сторона Но вторая сторона, без которой учитывать Которую сегодня крайне важную Без которой знания, которые Ну, наши отношения и с друг другом И с властью будут, ну, мягко говоря Очень странными и неполновесными А на чем это все основывается? Современная законодательство и правовое пространство Основано прежде всего на том, что издано Как Конституции, как законы Сейчас не будем внедряться там их формулировкой Но мы живем сегодня в этих условиях В этом пространстве Мало того, неизбежно все пришло к тому Что большие социальные группы людей Чтобы хоть в какой-то степени Ну, обеспечить их Так сказать Жизненные потребности, свойства И какой-то, так сказать Придать ореол так называемой демократии На которой сегодня Очень многие люди Смеются Вот Все это надо оформить законодательно Так или иначе Это же касается и системы народовластия То есть Время сегодня такое Что очень многие вещи Оформлены законами Правами И так далее Поэтому Если мы эти вещи Не учитываем Не Так сказать Не опираемся на них То наши действия Очень часто Или Приобретают Такой Хаотичный характер Или Просто какие-то наши Хотелки Которые просто выражены Но когда мы Отчетливо Сами для себя Понимаем И осознаем Вот эту сторону Нашей жизни Вот То мы Действительно Можем Так сказать Использовать Это все Правовое пространство Именно для Справедливого Жизнеустройства Народа И прежде всего По По конам Справедливости Да Нашей державы Именно По конам Бытия Вот И что на самом деле Получается Опять же Сегодняшнее Народовластие Оно Большей степени Предполагает Опору На Конституцию Российской Федерации И на Закон Об общих принципах Местного самонаправления 131 закон Вот ФЗ 131 И когда мы Опираясь на это И правильно Оформляем Свои Посылы Свои решения Свои Так сказать Те же самые Наказы депутатам Или свои Отношения С властью Опираясь На вот эти Все вещи И правильно Оформленные То мы Гораздо Ближе К тому Чтобы результат Такого Взаимодействия И с властью И со всеми Остальными Органами Он был Наиболее Эффективный То есть Результативный И очень важно Это все Правовое пространство Изучить И знать Да Для нас Сегодня То что связано С так называемыми Правами Человека С законами Конституции Это кажется Какой-то Странной Скучной Территорией И нам Это не интересно Мы этого не хотим И так далее Но Когда мы этого не хотим Есть целая Куча людей Которые Реально Это все Используют Под себя Вот опять же Приведу пример Вот многие Сегодня На местах В разных Регионах России Это Мой опыт Общения С людьми Особенно С активистами Которые Живут На этих Территориях Они Очень часто Сталкиваются С тем Что Местная Власть Которая Сформировалась Вот многие Там Главы Администрации Там Или еще Какие-то Старосты И так далее Они Уже Десятками Лет Сидят В своих Креслах И очень Часто Пишут Эти Так называемые Муниципальные Уставы Оформляют Так сказать Вот эти Правовые Акты Те же Самые Муниципальные Таким Образом И организуют Систему Своих Родственников Что Очень часто Бюджетные Деньги Которые Вроде Выделяются На территории Они Идут Через Эти Их Так называемые Фирмы И как Мы уже Напоминали Дорога Которая Так сказать За которую Заплатили 5 миллионов На самом деле Обошлась Всего На всего 2,5 Остальные Просто Присвоили То есть Когда нам Все равно Что творится А вот эти Ребята Используют Законодательную Базу Чтобы ее Служить Только им А мы Этого Не знаем То кому От этого Хуже Ну понятно Да Вот То есть Когда Мы Отчетливо Понимаем И знаем Свои Права И все Так сказать Законы Которые Оформляют Наше Право В том числе В области Народовласти Просто Сама Жизнь Понукает К тому Чтобы Мы Должны Этим Пользоваться Должны Знать Чтобы Наши Действия Были Обоснованы Целиком И полностью Именно На этой Правовой Базе Тогда Это все Получается Эффективно Тогда Это все Имеет Результат Вот Я уже Упоминал И Третью Статью Конституции Которая Говорит Источником Власти Является Народ И Оставляет И Непосредственно И 12 Статья Конституции Которая Гарантирует Местное Самоуправление И Целые Четыре Статьи После 130 Конституции То же самое Говорит О разных Гранях Народовласти Связанных С местным Самоуправлением И Понимаете Я вот Еще раз Хочу Напомнить 18 Статью Конституции Которая Говорит О том Что Смысл Деятельности Всех Органов Власти Как Исполнительной Так И Местного Самоуправления В Обеспечении Прав Человека То же Самое Говорит Об этом Вторая Статья То же Самое Об этом Говорит 17 Статья О том Что Права Человека Принадлежат Ему В полной Мере По Рождению И Никто Не Имеет Права Их Умолять Мало Того Еще Допустим Та же 75 Статья Штрих После Поправок Которая Говорит О том Что Государство Несет Ответственность За Создание Условий Для Человека Во всех Его Аспектах Жизни И Друзья Если Мы Отчетливо Сами Себе Представляем И Понимаем Всю Вот Эту Полноту Сегодняшних Законодательных Опор И Основ Мы Состояние Этим Пользоваться Состояние Этим Руководствоваться Это Очень И Очень Важно Но Хотел Обратить Внимание На Следующий Момент Вот Закон О местном Самоуправлении Об общих Принципах 131 Закон Он Расписывает Вот смотрите Кто Сталкивался С тем Что Такое Организовать Хотя Бо В деревне Собрание Всей Деревни Вот Я Рассказывал Один Пример Как В Луганской Области Еще До Всех Майданов Один Человек Который Понял О чем Идет Речь И Как Защитить Свою Территорию И ее Будущее Он Потратил Только Полгода На То Чтобы Разъяснить Трем Соседним Деревням К чему Приведут Последствия Тех Событий Которые У них Намечались Полгода Он На Это Потратил Понимаете А Что Такое Сегодняшний Закон О местном Самоуправлении Российский 131 Он Прежде всего О чем Говорит Что Такой Сход Там Три вида Сход Собрание И конференция То есть Это Надо Собрать На территории 50% Плюс Один Голос Имеющих Право Голоса Ну То есть Ставшие 18 лет Вы Кто Нибудь Из вас Пробовал Собрать Такое Количество Людей Есть Законы Которые Упрощают Эту Процедуру То есть Вот Тот Проект Законы Которые По решению Четвертого Съезда Местного Самоуправления Подготовили И отправили И в администрацию Президента И в кабинет Министров И в правительство Вот Там Во-первых Расписаны Что такое Власть Что такое Мы его назвали Закон о местном Самоуправлении Проект Закона Вот И там В базовых Первой Как бы Первом разделе Разъяснили Базовые Моменты Вот То есть Что такое Власть Это Наделение Вот этих Исполнительных Органов И в том числе И местных Органов Местного Самоуправления Это большая Разница Сам народ И органы Местного Самоуправления Вот Наделение Полномочиями Для управления Процессами Но Наделение Полномочиями Народам И никак не меньше И только после этого Нам может считаться Власть А как их наделить Полномочиями Только Расписать В нашем Собрании О том Как мы Видим Своё будущее Как Валентин Игоревич Нам сегодня Неоднократно Докладывал О том Что такое Создать образ Будущего В лице Программы Социально-экономического Развития территории Там Где как раз Живёт народ Кто будет заниматься Кроме нас Этим Да никто Понимаете Потому что Вся эта Братья Которые сидит На креслах Исполнительной Власти Они привыкли Понимаете Они привыкли Жить в этой системе Бюджетные оклады Капают И Сами портфели Иной раз Некоторым из них Позволяет Использовать Их в качестве Коррупционных Возможностей И таких сегодня Примеров К сожалению Очень-очень много И смотрите Что получается Когда мы Знаем Что такое Собрание В посёлке Деревня А в городе Тем более Такое Количество людей То В проекте Закон Который мы Направили Там всё Написано Очень просто То есть Что такое Территориальная Община Территориальная Община Терри Это Жители Территории Деревни Посёлка Города Района Города Ну и так далее Понимаете Всё проще Жители Это как раз Та основа Правовая Которая Позволяет Искать Существлять Непосредственно Власть народа Вот Что такое Собрание Территориальной Общины Это Собрание Всех Или части Жителей То есть Те Кто хотел Те Кто Инициировали Эти все Вопросы И ищут Их разрешение Они Уже Собравшись На собрании Уже Считаются Ну Как бы Полномочным Представить Это то Что написано В проекте Закона Вот Мало того Допустим В проекте Нашего Закона Там Особое Место Уделено Тому Что такое Местный Референдум Понимаете Вот Валентин Игоревич Рассказывает О своем Опыте Путешествия По разным Так сказать Городам Весям И странам Да Та же Самая Швейцария Как всем Известно По любому Самому Мальскому Поводу Они устраивают Референдум И принимают Народом Решение Как на их Территории Быть Этому Или Не быть Как строить Или не Строить Что-то Как строить Мост Вдоль реки Или поперек Реки Это принята Система В нашем Проекте Законы Это Особым Образом Расписано То есть Ведь Понимаете Получается Чтобы Организовать Какое-то Допустим Решение Референдум По законам Надо Создать Несколько Тысяч Или Какой-то Там Процент А то А то И порой Миллионы Людей Которые Бы Подписались Инициации Этого Референдума Я знаю Случаи Когда Собирали Миллионы Некоторые Организаторы Или партии Миллионы Подписей Четыре Три Миллиона Но до Референдума Так Дело И не Доходило Так Вот В нашем Проекте Законы На территории Это все Очень Хорошо И четко И Расписано Вот смотрите Конституция Позволяет Нам Российская Обладать Правами Частной Собственности На Ресурсы Вот В нашем Проекте Закона Написано О том Что Владельцем Ресурсов На территории Является Территориальная Община И Только Она Решает В какой Форме Можно Эти Ресурсы Использовать Для Каких Целей И так Далее Вот Как Нам Рассказывал Очень Много И подробно Валентин Игорьевич О том Что Когда Россия Вписалась В это Пространство Экономического Отношений Международных То Очень Много Появилось Ходатай Самых Разных Уровней Которые Стали Делать Смыслом Своей Жизни И Поводом Для Наживы Продажу Туда Этих Самых Наших Природных Ресурсов Работают Они Здесь Ну Или Даже Такой Простой Факт Смотрите Мы Еще Из Советского Союза Я Вам Скажу Друзья В советское Время 60-70-е Практически До Развала Бензин Стоил 4 Копейки Литр 4 Копейки Литр Сегодня Он Уже Более Чем В тысячу Раз Дороже Представляете Вот А В то Международное Пространство Которые Вошли Через Как Валентинович Называется Вот Это Да ВТО Вот Там Есть Такое Положение О том Что Вы Имеете Право Продавать На Внешний Рынок Свои Ресурсы Только Если Их Цена Сопоставима С Рыночной На Международном Праве Внутри Страны Понимаете Допустим Наша Себестоимость Той же Нефти Она Сопоставима Где-то С арабской Нефтью Которая Где-то Там Где-то Больше Где-то Меньше От Марки Зависит От Условий Но Продавать Народу Обязаны Вот По Таким Ценам Ну Где Это Справедливость Понимаете Вот Казалось бы Такие Маленькие Факты Они Свидетельствуют О том Что Очень Многие Вещи Просто Устроены Несправедливы Для Людей И В этих Обстоятельствах Жить И находить Своё место Очень И очень Непросто И Получается Что Мы Не зная О своих Правых Особенностях Не зная О том Как это Делать Не Создавая Вот Эти Прецеденты Как Говорил Валентин Игоревич Которые Могут Стать Примерами Для Нас Которые Разъясняют Наши Возможности Которые Дают Результат Чтобы Можно Было На эти Примеры Опериться И На своих Территориях Добиваться Тех Самых Результатов И Вот Мы В этом Проекте Закона Всё Это Очень Хорошо Так Расписали Обосновали И Создали И там Написали Предложение О том Что И Статья Конституции И Как бы Самоуправство Властей За их Превышение Полномочий По поводу Ну Как бы Торможения Инструментов Народовластия На местах Было Признано Как Это Самое Как Самоуправство И За превышение Полномочий Внести Статью В Уголовный Кодекс Вот Такие Даже Вещи Понимаете И Когда Мы Говорим О ресурсах То На территории Как раз Территориальная Община Она Как раз И несет Ответственность Она Может Решить Как Рачительно Использовать Не использовать Каким Образом Учитывая То Что Мы Называем Программы Социально Экономическое Развитие Территории Эти Ресурсы Использовать Как Создать Такую Систему И отношения Чтобы Было И Трудозанятости И Обеспечение Всех Так сказать Потребностей Людей В соответствии С нашей Целью Общественного Развития Вот И Все это Очень и Очень важно Понимать Что все это Взаимосвязанные Вещи И Без них Нам Ну никак Не обойтись Понимаете И Очень важно Со временем Вот мы Приводили Предыдущие Передачи Наш исторический Опыт Нашего народа Как осуществлялось Народовласти По принципам Копного права Или По принципам Поконам бытия Так называемым Да Ведь что такое Покон и бытия Бытие это Все существование Да Человек обладает Возможностями Развиваясь Быть Так сказать Созвучным Со всем Объемом Существования Я не оговорился Именно так И Огромный опыт Есть такого рода И у меня И многих Моих друзей И всех Ке Кто Пробовал Вот это Так называемое Духовное Развитие Да А свойства Этого существования Я уже тоже Обговорил В одной из наших передач Это прежде всего Полнота жизни Это мудрость Это разумность Это ощущение Качества бытия Как счастье Как восторг Как постоянное Приглашение В творческое Самовыражение Понимаете Любое творческое Самовыражение Ну приносит Восторг и радость Человеку И нас Жизнь приглашает Именно вот в это Вот наши предки Очень хорошо Это знали И понимали Вот даже Вот даже Та культура И традиции Были закреплены Вот В особых технологиях Которые помогали Человеку Сначала Научиться Мир воспринимать И его Более Богатом Исполнении Вот Потом Научиться Понимать Что он Воспринимает Какой из себя Представляет мир Его свойства Его возможности Как с этим Дружить Как это Использовать Как это Развивать И так далее А потом На основе этого Формировалось То самое Мировоззрение Которое И становилось Ну главным Мотивирующим Фактором Во всех отношениях С жизнью С людьми С природой С самим Собой И так далее Вот Это все Было Как бы Учтено В опоре На Покон и Бытия В каком Контексте Ведь что такое Перевести На русский Язык Кон Так называемый Ка В начале Слова Это Что-то Собранное Вместе Он Это Божественная Основа Бытия Н Это Наш То есть Собранные Вместе Основы Божественной Основы Бытия Которые Стали Нашими Понимаете Как просто Ну умели Люди Наши Предки Это все Понимать А вот Эти инструменты Развития Человека Позволяли ему Чувствовать Не как мечту А как реальное Ощущение жизни В ее всей полноте Так вот Уровень Развития Наших Предков Был Таков Что Они Могли Позволить Себе До полутора Тысяч Чувств Это то Что Ну как бы Первое Прикосновение Жизненных Так сказать Событий Явлений Обстоятельств Реалий К нашему Уже Восприятию Вот что Такое Чувство Представляете Пять органов Чувств Которые Сегодня Обладает Наше тело Ну иногда Там кому-то Интуиция Прорывается И полторы Тысячи Насколько Палитра Ощущения Жизни Разные Именно Это было Ну я бы сказал Такое Одним из Богатейших Так сказать Наследий Нашего Русского Мира Вот почему Сегодня Многие Отмечают Что Самый Интересный Самый Талантлив Именно Русский Народ Который Вырос На этих Поконах На этой Традиции На этой Культуре И именно Поэтому Целостности Как все Устроено Как все Вместе Взаимодействует И так далее И вот Когда мы Все это Начинаем Понимать И наша Задача Как мы ее Видим В том Чтобы Трансформировать Сегодняшнюю Странную Систему Так называемого Местного Самоуправления Истинная Народов Власти Основана На Поконах Бытия Которые Я постарался Очень Коротко Расшифровать И это Очень Очень Важный Момент И вот Когда мы Хорошо Это все Понимаем И опять же Мне не просто Не хочется Вам навешивать Так сказать Много Говорили Много Слов Там Или Определений И так далее А только Потому что В сегодняшнем Мире Все это Очень Тесно Взаимосвязано И мы Можем Во всем этом Найти Вот Но Мы почему-то Не пользуемся Этим Мало Того Я должен Друзья Так сказать Отметить Такой Простой Момент Что То о чем Мы говорим Это не только Озвучить Это еще Обладать Волей Терпением И мудростью Доводить Это все До результата Я вот Говорил Сейчас О Проекте Закона Вот О местном Самоуправлении С чем Мы столкнулись Вот мы Вот Друзья мои Сидят Тоже Участники Четвертого Съезда Местного Самоуправления И мы Вместе Вырабатывали И решение Этого Съезда И декларацию Этого Съезда И прилагали Механизмы Вот этой Самой Новой Системы Социально Экономическое Развитие Которые Предложили Как раз И Всем Так сказать Нашим Верхним Органам Власти И что Получается Просто Почему Надо Набраться Терпения И мудрости Вот мы Посылаем Механизмы Которые Развитие Социально Экономическое Развитие Посылаем В правительство Правительство Читает Подписано Координационный Совет Местного Самоуправления Сразу Срабатывает Ассоциация А местное Самоуправление Это значит Что-то там Про деревню А раз Про деревню У нас есть Закон О развитии Сельских Территорий Мы как-то Его с Валентином Игоревичем Проанализировали И оказывается Что в этом Сакуне Там только Внешний Антураж Который Мягко говоря Позволяет И стратить Эти Деньги Которых Там Два и три десятых Триллиона Рублей По-моему А развитие Самого Производства На деревне В этой программе Почему-то Так Мягко говоря Не особо Учитывается Вот понимаете Они вроде бы Отписали Вроде бы Как бы Ну Формально Ответили На письмо Но то что Это ответ Не туда Или когда я Подписываю Очередное Письмо В этой Переписке И даю Адрес Своей Ну как бы Адрес Где я живу Вот А там написано Уганская Народная Республика Город Коснад А это ЛНР Это новая Территория Да Они не читают Наши предложения Их суть Говорят о том Что А для новых территорий У нас есть Своя программа Там столько-то Предусматривается То-то 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 А о том Что эти программы Они просто Так сказать О Расстрате Или бюджетных средств Или Ожидания Тех самых Инвесторов Которые никогда Не придут На эту территорию И еще Именно В этих обстоятельствах Об этом Ни слова Понимаете Какая вот Ну Какая-то странная Так сказать Переписка Которые Не замечается Сама суть Кому Как ни нам Не просто Ну как бы А ну Они не так Ответили Как я ожидал Значит все Толку не будет И так далее Кому Как ни нам Набраться терпения И допустим Мы ссылаемся На третью статью Конституции И говорим Что ребята Я как источник Народовластия Требую Рассмотреть Эту программу Социально-экономическое Развитие И так далее Тишина Не хотят Следую Следую Обращение В суд Нарушена Такая-то Такая-то Статья Раз Другой Третий Они уже Обязаны Это сделать И когда мы Обучаясь Вот тот же Валентин Игоревич Он же Настолько Ну Потрясающе Добрый человек Что Он Не гнушается Тем Чтобы приехать На любую территорию И донести Во всех Подробностях Или Так сказать В том же Возможностях Систем интернета Ответить На любой вопрос Касающийся Развития территории Понимаете У нас Сегодня Есть эти Возможности Почему мы Ее не используем Вот И опять же Нас всех Поставили В условия Выживания Нам всем Некогда Заниматься Такого Общими Вопросами Чтобы Для того Чтобы Действительно Получить Ну Хороший Результат Нашего Жизнеустройства На территории Вот И вот Без Осознания Во-первых Что есть Такие законы Что есть Такие статьи Конституции И прочее Без четкого Умения Так сказать Ими В своих Формулировках В своих Обращениях В своих Решениях Сходов Собраний И так далее И так далее Их Так сказать Выставлять Как аргументы В пользу Народовласти Без этого Понимания Знаний И всех Так сказать Моментов Нам не Обойтись Здесь Очень важным Становится Вопрос Того Как этим Пользоваться И это Все Касается Наших Прав Это Все Касается Наших Возможностей Мы В этом Цикле Передач Мы Приводили Очень Много Примеров Которые На самом Деле Показывают Что Это Все Может Получаться Может Получаться И только Из-за Того Что Нам Кажется Это Не Наша Тема Это Скучно Это Не Хочу А Это Друзья Не Столько Скучно Сколько Это Особые Обстоятельства Которые Сегодня К сожалению Регламентируют Нашу Жизнь И Их Очень Важно Учитывать И Очень Важно Понимать Эти Все Вещи Как Мы Отмечали В прошлой Нашей Передаче Что Когда Мы Создаем Инициативную Группу Когда Она Разрабатывает Все Эти Моменты Кто Нам Мешает Понять Одну Простую Вещь Местное Самоуправление На местах Муниципальных Так называемых Образованиях Есть То Что Регламентирует Их Внутренние Особенности Их Механизмы Управления Территориями И так далее То Что Называется Муниципальными Уставами Или Муниципальными Актами Кто Нам Мешает Почитать И Внести Именно Те Положения Которые Будут Организовывать Систему Народовласти Справедливую Для людей И ответственную Так сказать С огромной Долей Ответственности Тех Кто Занимается Этой Системой Управления На этой Территории Ну По другому Не получится Понимаете Все это Очень Очень важно Это Учитывать Изучать Понимать И Доводить До Решений Я Постарался Очень Очень Бегло Поделиться С вами Друзья Тем Что Это Очень Важные Моменты Именно Сегодняшнего Дня Их Очень Важно Учитывать Я бы Хотел Учитывать То Что Я Сказал Валентин Резет К тебе Обратиться Для начала Что Ты Думаешь По Этому Поводу Что Касается С одной Стороны Правовой Основы Народовласти А с другой Стороны Возможности На которые Мы Сегодня Имеем Все Права Опереться Что Ты Думаешь По этому поводу Я с вами Во многом Не согласен Во многом Не согласен Потому что Вы рассказывали О тех О том Проекте Закона Который Вы обсуждали На съездах Местного Самоуправления Вы как Координатор Вас назначили Выбрали Координатором Я считаю Этот законопроект Никуда Не принят И поэтому Говорить О нем Рано Как О Инструменте Который Дает Людям Какие То Возможности Говорите О том Что Вы Можете Менять Уставы И Распоряжаться Ресурсами Территории В рамках Тех Правомочий Которых Вам Отвел Уровень Федерального Законодательства Потому что Ряд Ресурсов Основные Ресурсы Они все Отнесены К правомочиям Федеральным А на Муниципальном Уровне Честно говоря Не так уж и Много Власти Даже Общераспространенные Полезные Ископаемые По конкурсам Все Предопределено И никакой Своеволия Даже и Применить Нет Возможности Что же Касается Внести Что-то В устав Чтобы Что-бы Делали Что Потому что Муниципальная Власть Это власть Распорядительная Исполнительная Вот чем Собрались Распоряжаться И исполнять Когда я Говорю О народовласти Я говорю О программе Развития Это вообще Не затрагивает Никакие Уставы Это не Не касается Никаких Законов Не вертикали Исполнительной Власти Я говорю О том Что Создать Программу Развития Это вне Вне Этих Нормативных Актов Регулирующих Правомочия Перейти на Программу Развития Выработать Ее Вместе С областью С уровнем Субъекта Российской Федерации Это Для этого Для этого Ничего Особенно Не надо Это Первое Создать Оператора Государственного Оператора В исполнении Этой Программы Это То Самое Чего Сейчас Не хватает Нашей Структуре Экономики Потому Что Чтобы Затею Какую-то Исполнить Должен быть Исполнительный Орган Раньше Были Исполкомы Совета Народных Депутатов Совет Что Придумают Исполкомы Все Сделают Сейчас У нас Есть Вертикаль Представительной Власти Есть Исполнительная Которая Распределяет Бюджеты Из Москвы Присланные Вот И Никто Нет Правомочий Построить Новый Завод Ну Ни у Кого Нет Вообще Ни у Кого Нет Ни у Кого Правомочий Сделать Программу Развития Как Стратегию Понимаете Вот Этого Элемента Который Вырабатывал Бы Стратегию И Реализовал Ее Местном Самоуправлении Там Не надо Ничего Менять На местном Уровне Программа Создается На уровне Департамента Экономики Области Принимается Парламентом Думы Области Становится Тем самым Законом Учреждается Оператор Государственный Оператор Некоммерческий На уровне Области Чтобы Это все А народ В данном Случае Он является Управляющим Органом Не через Эти Понты Которые Он Утверждает На муниципальном Или Каком Хотите Другом Уровне Что мы Будем Теперь А чем Вы рулить Будете Вы бюджетом Рулить Бюджетом Рулить Депутаты Они Бюджетную Роспись Дают А чиновники Исполнительные Исполняют Ее А народ Будет рулить Вот этой самой Программой Развития И корпорацией Развития Это совершенно Разные вещи Они Разнесены По Законодательным Полям Вот Поэтому С одной стороны Вы абсолютно Правы В том Что народ Надо Мобилизовать На светлое Будущее Иначе Оно не Случится Это светлое Будущее Это Вы абсолютно Правы Александр Анатольевич Вот Но делать Это Нужно Так Чтобы Не Трогать Вот эти Самые Чувствительные Места Законодательства На котором Стоит Сегодня Вертикаль Власти Она Нехорошая Неплохая Она Инструмент Она Как молоток Понимаете В чьих руках Она будет Такой Она И станет Вот В этом Смысле Надо Делать Своё Дело Своё Дело А наше Дело Еще раз Повторяю Это Перейти От Рыночной Суматохи На Программно Целевое Развитие Создать Целевого Государственного Оператора Чтобы Он Был Прозрачный И Его Вот Здесь Пожалуйста Можете Его Контролировать Как Хотите И Вам Всё предусмотрено Пожалуйста Вот Отчитываться Этот оператор Может перед вами Да хоть каждый месяц Хоть каждую неделю И не надо Вам Трогать Эти законодательные Вертикали Пускай Она Будет Незым Она Очень Чувствительна Понимаете Потому что Когда Химкинский лес Собирается Местное Самоуправление Вот Всё Что Вы сказали Это Был Химкинский лес Это Все Они Эти Самые Иностранные Агенты Оказались И Многие Даже Уехали Туда Потом Это Была Буза Чтобы Именно Сделать Нам Здесь Внести Смуту К нам Вот На этом Коньке Въехать Вот Это Нам Не Нужно У нас Созидательное Направление У нас Поле Наше Только Созидательное А Созидательное Это Программа Развития Это Исполнительный Орган Государственный Агент Государства И Народ Который Народовласти Вы Абсолютно Правы Здесь На Местном Уровне На Муниципальном На Региональном Да Да Они Они Показывают Что Куда В какую Сторон Развивать И контролируют Это Здесь Вы Абсолютно Правы А то Что Вы Делаете Эти Поправки В закон Это Дай бог Вам Всем Здоровья Это Правильно Но Это Очень Долгая Песня Это Сейчас Но Это Не Принято Законодательно Это Не Является Законом Так Что Очень четко Отчетливо Описываешь Тот Потрясающий Опыт Который Связан С Проектом Социально Экономического Развития Региона И Он Действительно Настолько Потрясающе Вписывается Даже В сегодняшнее Правовое Пространство Но Этим Жизнь Для Людей На мой взгляд Она не Ограничивается Есть Масса Примеров Которые Требуют Незамедлительного Решения На местах Да Вот Для того Чтобы Справедливо Решать Народные Чаяния На местах Вот Я опять Приведу Пример Дело В том Что Современное Законодательство Когда Я сказал Что Надо Для Схода Граждан Собирайте Сходы Какие Угодно Не Получается Да Не Получается Потому Что По Правомощные Основания Любого Схода Собрания Они Прежде всего По этому Закону Требуют 50 Плюс Один Голос Процентов Живущих Людей На территории Попробуй Собрать Это Для Того Чтобы Принять Калифицированные Суждения В отношении Вертикали Власти А Если У вас Инициативная Группа Для Коллективного Письма Пять Человек Понимаешь Коллективное Коллективное письмо – это обращение коллектива, на которое, как показывает опыт, могут отвечать, могут не отвечать. А правовое решение, которым обязаны все считаться, оно правильно оформлено сходом. На котором в современных условиях и на основе современного закона собрать очень и очень непросто. Вот о чем идет речь. Когда это упрощена процедура в пользу народа, тогда все получается. Вот приведу пример. В Запорожье есть остров Хортица, историческое место, музей-заповедник и так далее. Местные олигархи решили построить свою рублевку. Народ, когда узнал об этом, категорически собрали собрание всех или части жителей. Приняли решение и все. Никому не дали этим заниматься. Из исторического территории, которая для всех является знаковой, ценной и так далее. Превратить его в зону вот этих олигархов с 5-6 метровыми заборами. И что? Ну, вот простой пример, но он показывает разницу. Разницу. С точки зрения того, что программа социально-экономическое развитие, которую мы здесь подробно рассказывали, да, ты прав, это альтернативная возможность, которая действительно может сработать эффективно. Но она тоже требует и распространения, и знаний, и возможностей, которые должны доходить до людей, о чем мы здесь на этих наших встречах и говорим. Так, Алексей, к тебе, пожалуйста, вопрос. Как, на твой взгляд, насколько важно понимание правового, законодательного, так сказать, возможностей для людей, чтобы осуществлять свою народовласть на современном этапе? Ну, в твоем вопросе уже звучит ответ. Да, очень важно. На этом можно остановиться. Вообще, мне очень понравился наш разговор, вернее, ваш пока разговор, только вмешиваюсь. Мне он так со стороны напомнил разговор человека, который занимается одним направлением деятельности жизни, а человека, который занимается другим. Например, там, китобоя с летчиком, например. И один говорит, ты знаешь, по морям, по волнам, конечно, здорово, но летчик это круче. Все надо в летчике. Говорят, да ты что там? Поехали на море, пошли там. Мне кажется, здесь все очень просто. Надо быть, во-первых, гибче, во-вторых, понимать, вместе мы сила. И поэтому, если ему важнее, он специалист в этом направлении, ему важнее проявить себя в этом, и он видит в этом себя, и он видит, что через это можно достичь, так это хорошо, надо поддерживать его в этом, пускай занимается. Если тебе ближе вот это направление, и ты специалист в этом направлении, так здорово. Здесь не разделять надо. И доказать, что направление важнее – объединять. Ну, и по этому направлению двигаться, и по этому направлению двигаться. Согласен с тем, что если закон не принят, закон не принят, закон отсутствует, то опираться на него смысла нет. Но доносить о том, что мы предлагаем такой проект, мы предлагаем его продвинуть, и давайте вместе это сделаем, это нужно. Именно это я и делаю. Да, да, потому что если мы просто будем молчать и не учитывать те неприятности, которые есть, то мы на эти неприятности будем спотыкаться, и ничего не получится. А если мы народу укажем эти неприятности и предложим выход из ситуации, тогда вероятность того, что это направление сдвинется, и сдвинется в нужную нам сторону, достаточно велико. Поэтому я предлагаю всех наших радиослушателей и зрителей обратить на это внимание и подходить к вопросу не с точки зрения, кто важнее, а с точки зрения, важны все. Но только кто-то специалист в этом направлении, ну, значит, вот лепесточки вот этот, вот этот вот департамент, как часто говорят, а ты важен вот этот, значит, вот это. Но центр сборки, он существует. Вот мы сейчас собрались, что мы делаем? Мы совершенно разные люди. У нас совершенно разный опыт. Но мы сидим за одним столом. Для чего? Для того, чтобы сложить все вместе и нашим радиослушателям и зрителям донести что-то и попросить их задуматься о том, что они вообще делают, для чего пришли в этот мир и что нам делать. Так что опираться на законодательство необходимо, но надо быть гибким. Вот еще одно такое интересное направление в мышлении человека – это гибкость. А ведь когда мне спрашивают, а ты вот за президента или против президента? Я говорю, я за жизнь, за народ, за Русь, за всех, за нас. Не-не, ты подожди. Но есть же президент, который исполняет это, когда там законодатели есть. Я говорю, вот давайте так, вот что хорошее предлагается, что нас усилит, сохранит нашу державу, расширит нашу державу, поможет людям жить в достатке, по совести, лову с природой. Я и так инициативу буду поддерживать. Ну, только я должен разобраться в них, да, вот в законах, которые там… А если это противоречит, то я их не буду поддерживать, но я не буду кричать, что вы там зараза и так далее. Я буду пытаться донести до людей, почему это опасно, и сделаю все возможное, чтобы нам каким-то образом направить туда, наверх. Ребятушки, вы что делаете-то? Вы себя уничтожите. Вы убиваете ножку из табуретки, да, сами свалитесь-то и нас всех передавите. А если это невозможно, то необходимо создавать свои инициативы, принимать какие-то решения и отправлять, чтобы это было принято. Но опять, если это делаю я сам один, ну, я сам один, и на меня никто внимания не обращает. Если это делает уже объединение какое-то людей, ну, к нему уже прислушиваться. А если это делает целая структура со своим центром управления, понимающим, что к чему, ребят, мы уже проявляем то самое, что в Конституции написано. То есть непосредственно можем проявлять власть и через кого-то можем это делать, можем непосредственно. Потому что единственным источником власти является народ. Народ, а не представитель один народа, либо сам по себе человек. Вот представитель народа, не сам по себе, вот это я имел в виду. Вот я представляю народ, а кто за тобой? А народ-то, эй, народ-то ты где? А народ-то где нету? Именно представитель народа, не сам по себе. Вот тогда, да. Делегат так называемый. Так что здесь надо быть гибче, надо объединяться в мышлениях, пониманиях, да, предлагать свои видения, да, призывать людей на что-то полезное и важное. Ну, никак не разделяться, кто прав, кто не прав. Кто у нас китобой, а кто у нас летчик. Все правильно, Алексей. Ну, дело в том, что, друзья, мы в начале нашего цикла уже говорили о том, что мы здесь за круглым столом собрались люди совершенно с разным опытом, с разной, так сказать, территорией становления этого опыта, да, и по большому счету мы просто дополняем друг друга, не пытаемся спорить, потому что у каждого этот опыт взывает через сердце, через пройденные, так сказать, неприятности к тому, чтобы искать выхода всего этого. И наша цель только в этом. Вот, если, допустим, мы решением четвертого съезда обозначили одно из предложений к нашей, так сказать, верховной власти о том, что давайте создадим, ну, как бы, орган, который будет позволять людям осуществлять свое народовластие, опираясь и на законы, и на все грани того, что возможно, в том числе и о чем говорил Валентин Игоревич, да, вот, и понимает это, а власть нам отвечает, а у нас нет нужды такой, в таком органе. Вы там только не мешайте, вот как говорил Валентин Игоревич в этом цикле наших передач, мы тут сами все работаем, мы тут сами знаем все, только нам не мешайте. Но это сложившаяся система, которая обслушивает сегодняшний этот дремучий капитализм, который я лично считаю, это самоубийство народа, вот, и все остается на своих местах. Понимаете, когда мы всю палитру наших возможностей изучаем, и пользуемся этим, так сказать, правом, закрепленным, в том числе и в законах, это конструктивное, в том числе эволюционное развитие. Когда мы выходим на уровень, уже действительно, народовласти, мы можем действительно привести в соответствие с нашими, так сказать, поклонами бытия, присущих нашему народу, нашей традиции, культуре, и в том числе к опному праву, где на местах организовывалась такая система управления, которые несли ответственность, во-первых, круговая порука народа, и те специалисты-мудрецы, которые олицетворяли собой это возможности в их лучшем исполнении. Это очень-очень важно. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного Славянского Радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...